Ну, здесь, видите, снова отпал, отпал рапорт. Ну, что, дорогие друзья, матч у нас заканчивается, Грищук уверенно побеждает, по минуткам просто раздавил соперника. И мы видим сейчас последнюю партию, последнюю партию этого матча, ну, это шахматы Фишера. Ну, здесь вообще по минутке ничего невозможно понять, главное тут, так, что творится, кто как стоит, кто задвинул Ферзей в эти углы. Покажите мне этого человека, я хочу видеть этого человека. Бобби Фишер, ты был неправ. Вот просто ты великий чемпион, ты оставил колоссальный след, ты сделал невозможное, но, ну, не могу я смотреть на это безобразие. Ну, что это такое? Ферзь в углу, давайте играть Б6, Б3, как-то Ферзей выволакивать, ну, чтобы это на шахматы хоть немножечко походило, хоть чуть-чуть. Вот, шажок, далее шажок, и лишили белых, и лишили черных аркировки. Ну, а черные, наоборот, сами рады поставить короля на Ш7, там он, собственно, и хотел оказаться. Так, длинная аркировка, ясно, что сейчас рапорт будет атаковать, и Грещук тоже будет атаковать. Заметьте, Ферзь на А8, может быть, вообще хорошо расположен. Сейчас А5, Б4 и вперед с песней. Но Е4, честно говоря, какая-то странная жертва, потому что, ну, просто съедают же пешки. Что такое? Ну, что случилось-то? Ну, просто взял на Д6. То есть, вообще у белых пешки нет, и позиции еще хуже, да? Ну, что-то странное, да? Ну, видимо, совсем уже распадается на микрочастицы рапорт. Уже нет у нее никаких возможностей делать адекватные ходы. Ну, просто Ферзь Б8, просто. Пешка на Д6, никто же не зевнет. Ферзь Б8, правильно, Ферзь С7. Это все уже пройденный этап. Конь Ф6, все крепко, все надежно. Сейчас еще черный Ферзь на Б4 выскочит. Да, я думаю, что надо завершать этот матч на вот такой веселой ноте, когда все-таки соперника жалеть не надо. Ферзь Д4. Смело? Смело, Саша? Конечно, конечно. Весь этот детский сад с этими жертвами, это ни о чем. Ни о чем вообще, да? Это здесь надо... О, шажочек и Конь Е4. И мат. Давайте мат ему, ну, допустим, Д4 неплохой ход. Хотя Конь Ж5, еще и Ферзя съедаем. Браво! Браво, Александр Ильичук. Слон А6. Слон А6. Никаких Ферзей. Слон А6 доедаем. Правильно. О, и Ладья Е2 мат, в конце концов, да? С4, Слон. И Ладья Е2. Матешник. Да что ж такое? Почему мат ты не поставил, Саня? Ой, мат в один ход был, а? Ну, не видят уже соперники ничего. Ну, ладно, Ферзь бьет Ф2, тоже неплохо. Ой, что творится. Ой, что творится. Какое безобразие, да? Ну, хорошо, соперники все зевают, но они имеют на это полное право, да. Ну, дело было в Цветноте, дело было в Казани, дело кончилось плохо. Так, только мат не получить здесь, где-то в районе поля Ж5. О, Слон Е4 с надеждой где-то поставить такой мат. Ой, что творится. Я уже теряю вообще дар речи. Ну, Конь Д4, Конь Д4. Все, и пешка Е прошла. Вперед, вперед. Ну, вот, заметьте, что Грещук. Ну, хорошо, здесь уже точно надо сдаться. Грещук не поставил мат в один ход, не съел Ферзя и все равно выиграл с громадным запасом. Ну, что, браво, Саня. Браво, Саня. Это было здорово, это было ярко, это было зрелищно, это было мастерски. Вот. Все-таки перевес в классе сказался, пусть и в самый быстрый жанр шахмат. Вот, и так, со счетом 17 с половиной на 9 с половиной победу одержал Александр Грещук, Советский Союз. Браво, браво. Ну, что, теперь у нас, так, вот я вижу, что шахматисты сейчас уже готовятся к интервью, а давайте посмотрим на сетку. Итак, Грещук у нас выиграл у Раппорта и ждет победителя в матче Вашье Лаграво против Джеффри Ксионга. Ну, я догадываюсь, кто победит, скорее всего, Максим Вашье Лаграво, конечно, выиграет, он здесь явный фаворит, но у него он, блицор, совершенно великолепный, так что нас, в принципе, в четвертьфинале, скорее всего, ожидает матч Грещук против Вашье Лаграво, это будет яркое зрелище, но давайте скажем Раппорту за прекрасную игру, особенно, ну, первую половину матч он провел очень здорово, и, в общем-то, даже и вел в счете, навязывал свою игру Грещуку, ну, и, конечно, дебюты, дебюты, это отдельная песня, отдельная повесть, да, в исполнении Раппорта, вот он сейчас на английском языке объясняет англоязычным комментаторам, вот, о своей впечатлении, как ему игралось, что пошло так, что пошло не так, ну, на русском языке у нас, знаете, такие включения, к сожалению, нет, предусматривается. Давайте, дорогие друзья, я почитаю чат. Спасибо всем вам, кто был сегодня вместе со мной, давайте, я почитаю. Да, Рихард держался молодцом, это был нежданчик от него, молодец, давайте, спасибо Раппорту. Когда будет непомнящий Аронян? Дорогие друзья, 23 августа, пожалуйста, сделайте у себя заметку в календаре, 23 августа, 8 часов вечера по московскому времени, я буду с вами, я буду комментировать этот фантастически интересный и по именам, и наверняка по содержанию матч, потому что я вообще даже близко не могу сказать, кто там фаворит, вот, Ян Непомнящий добивался больших успехов в чемпионатах мира по Блицу, ну, Леон Аронян тоже блестящий Блицор, и, конечно, это будет очень-очень интересно. Так, мне говорят, спасибо из солнечной Одессы, привет, Одесса, вот, цветут каштаны, так, мне передавали тут привет из разных-разных городов мира, вот, я не могу всем вас ответить, всем вас ответить, там, не знаю, из Вологды, из Австралии и так далее, и так далее, всем спасибо. Привет из, спасибо из Ватикана, вот это что-то новенькое, да, я не знал, честно говоря, что Папа Римский смотрит наши репортажи, ну, спасибо из Колпина, вот, ну, я передаю привет Ватикану, да, будем молиться за мир во всем мире, чтобы все было хорошо, из Красноярска, из Донецкой Народной Республики, спасибо из Милана, о, у нас Милан даже, даже на связи, спасибо, играем в футбол из шахматы, спасибо из Зимбабве, вот это что-то новенькое. Я не знал, что в Зимбабве так хорошо развит интернет, это блестяще. Спасибо из Рязани, Новосибирск, Киев, Бишкек, Балахны, отлично, отлично, братцы, вот, вы знаете, такая география у нас набирается. Спасибо из Айянапы, Кипр, ну, прекрасно, и в Кипре есть наши люди, я думаю, что вы там отдыхаете. Ничего себе, спасибо из Дамаска, ну, в Дамаске сейчас налаживается мирная жизнь, очень приятно. Спасибо из Львова, был там однажды проездом в поезде. Привет из Канады. Спасибо из Днепра за эмоциональный репортаж. Спасибо из Кракова, из Москвы. Ну, из Москвы это самое банальное, а вот теперь интересно. Спасибо с Альдебарана. Альдебаран, это звучит восхитительно, мне кажется, я никогда там не бываю. Спасибо из Мелитополя, из Ровно, в Ровно я был, это у нас Белоруссия. Душанбет, Днепр, а вот и Рыбинск у нас, да, Родина, Володя Поткина. А самое главное, вот пишут, что в Зимбабве хорошо знают русский язык. Ну, это очень приятно, друзья мои. Будем, будем учить русский язык и все встретимся в Зимбабве. Кишинев. Кишинев на связи, будем дружить. Так, Бетельгейзе, Бетельгейзе, это, наверное, что-то германское, да, Тольятти, Васюков, Эссекс, Эссекс это United Kingdom, да, и Англия у нас тоже на связи. Казахстан, Харьков, смотрите, как много украинских зрителей. Спасибо вам, ребята, спасибо, что вы с нами. Салават, Павлодар, Славянск, или Славянск, да, даже, по-моему, точнее. Ну, смотрите, какие города. А, Ровно это Украина, извиняюсь, да, это, а, я с Гродно перепутал, простите, ради Бога. Конечно, Украина, ради Бога. Так, а Бетельгейзе ищите на небе. Ну, бывает такое. Привет с Каспаров Чес. Во, есть еще такой город в мире Каспаров Чес, где мы всегда вам рады. Заходите к нам, пожалуйста, друзья, давайте общаться, давайте обмениваться своими точками зрения. Ну, вот, например, на этот матч, мне кажется, что он был очень-очень качественный, и мне кажется, что Грещук в какой-то момент добавил необычайно, и в какой-то момент вот поймал свою гродскую волну, и стал играть настолько убедительно, настолько ярко, и, с одной стороны, нестандартно, да, вот, по своей нестандартности он в какой-то момент превосходил даже самого Рихарда Раппорта. Вот, что, конечно, не может удивлять. Ну, и мастерство высочайшее. И техника, и комбинация, и какие-то маневры нестандартные, какие-то планы удавалось. Меня всегда восхищали люди, которые по минутке, по минутке умеют проводить какие-то стратегические планы. Я сам, когда играю по минутке на планете и так далее, я стараюсь делать, во-первых, профилактику. Обязательно. Профилактика – это основа основ. Во-вторых, грамотно разыгрывать дебют и проводить толковые планы. Никогда не пытаюсь как-то просто шлепать. Всегда хочется делать что-то осмысленное. Разумеется, это требует хорошей подготовки. Так, спасибо из Санкт-Петербург, Екатеринбург. Спасибо из деревни. Ну, мы сами деревенские, поэтому очень приятно, что и деревенские. Ребята, нас смотрят, а не только, не только городские. Всем пока, кто, кто сейчас уходит спать, это, это прекрасно. Вот из Апатитов, так, так, из Апатитов тоже. Ну, новые города, которые, которые не были у нас трансляцией. Так, смотрим на, вот меня благодарят и говорят хорошие, такие добрые слова. Я не могу зачитать все ваши сообщения. Спасибо вам, братцы. Ну, если есть какие-то вопросы, еще, может быть, могу ответить на пару, на парочку. Итак, дорогие друзья, ну, что нас ждет впереди? Сейчас в Сент-Луисе происходит блестящий турнир. Там Магнус Карлсон играет и другие сильнейшие шахматисты мира. Вот. По окончании этого турнира состоится четверной турнир по быстрым шахматам. Там, насколько я помню, будет играть Каспаров, Корякин, непомнящий и еще кто-то. Очень сильный шахматист. Ну, самое главное, что играет Каспаров. Да, это просто большой праздник будет для всех нас. И противостояние, например, с Корякиным будет в высшей степени. Интересно, особенно с учетом того, насколько нелицеприятный, насколько, ну, несколько пренебрежительно отзывался о Корякине Гарри Кимович Каспаров. Вот. Так что, очень интересно будет знать, как закончится их партия. Ну, вот. Я думаю, что это будут нервные поединки. Ну, я буду из солнечной Греции тоже наблюдать за этим турниром. Надеюсь, что это будет любопытно. Ну, и, соответственно, 23 августа. Это новый блиц-матч между Непомнящим и Ароняном. Это, конечно, по тому же самому формату. Тот же самый турнир. Так что, это будет чрезвычайно интересно. Вот народ здесь спрашивает, а курит ли сейчас Грещук. Вот не знаю. Мне кажется, что Саша не изменен в своих тривычках. И не будет бросать то, что хорошо работает. Если он покурил, после этого сыграл блестяще, он скажет себе, давай курите дальше. Ну, хорошо. Он уже взрослый человек. И, мне кажется, ему уже трудно будет измениться. Ну, что ж, дорогие друзья, давайте потихонечку завершать наш репортаж. Вот я вижу, что у нас уже вышли из эфира участники. И самое время пожелать всем вам спокойной ночи. Ну, кому-то, может быть, в Америке. Кому-то хорошего дня. Будем дальше играть в шахматы. И будем отдыхать. Будем отдыхать. Надо чередовать наши занятия. И после хорошей шахматной драки нужно залезать в свои раны и заняться другими делами. Спасибо за внимание. Всего доброго. С вами был Сергей Шипов.